Всем привет! Сегодня у многих реально заработал YouTube. Абсолютно без всяких VPN, без всяких настроек. Уже не тормозит абсолютно никакой видеоролик. Нормально все подружается. И 4K, и 8K, и 12K. И в принципе можно пользоваться как и раньше. Но к сожалению заработал он не во всех. Вот у тех у кого не заработал, вам нужно перепроверить как минимум 2 настройки. И после этого уже заходите пробовать. Сейчас я вам быстренько покажу что нужно сделать. Поддержим видео лайком, подписываемся на канал и делимся с друзьями. В любом случае если вы раньше замечали замедление YouTube, то вы пытались разными способами его ускорить. И скорее всего вы в своих смартфонах навыставляли разных настроек. Ну и конечно же теперь придется вернуть их обратно. Значит что самое важное что нужно перепроверить? Это браузеры которыми вы пользуетесь. Я покажу на примере Google Chrome. Если вы пользуетесь какими-то другими браузерами, то в описании к ролику вы все найдете. Смотрите в поиске вы просто вставляете вот такое название. Flex Enable QEG. Или же если вы попадаете вдруг по такому же названию, просто на какую-то поисковую страницу, то есть ничего у вас не вбивается. Например вот я перехожу, у меня перешло. Если по какой-то причине у вас просто белый экран, или просто вы попали не туда куда нужно, то вам нужно будет просто удалить вот таким образом текст до Flex. Вот. И точно так же подтвердить, нажать Enter. И вас точно так же перебросить на вот такие разные протоколы. Скорее всего вы раньше их меняли и так и забыли, скажем так. И поэтому сейчас YouTube у вас не работает. Даже при условии, что у других он уже заработал. Смотрите, если у вас стоит здесь Enable, то возвращаем значение в Default. Дальше ищем TLS 1.3 Кибер. И точно так же там где Enable возвращаемся на Default. Если вы вдруг не находите TLS Кибер, то вот здесь есть поисковая строка. Здесь просто вводим слово TLS. И вот идет поиск. Мы находим тот же самый TLS 1.3 Кибер. То есть вам нужно перепроверить в своих браузерах, меняли ли вы вот эти настройки. Ну и конечно же сделать перезагрузку вашего браузера. Вот появляется кнопочка внизу. И идет перезагрузка. Сейчас вы сделали все правильно. Еще раз повторюсь, если у вас какой-то другой браузер, то вот у вас будут такие команды в описании. Вы можете просто их скопировать. Или же ввести вручную. После этого обязательно нужно зайти в ваши стандартные настройки. Найти раздел, который называется Приложения. Все приложения. И вот здесь в поиске написать слово YouTube. И найти само приложение YouTube, через которое вы смотрите как раз таки все вот эти видеоролики. Зайти в раздел Память. И обязательно почистить кэш. То есть вот здесь нажимаем Очистить. И очистка кэша. Конечно же самый идеальный вариант это очистка всех данных. Но кэша в принципе будет достаточно. Для полной уверенности, чтобы все настройки заработали, перезагружаете свой смартфон. Снова заходите в свой YouTube. Например, вводите 4К видео. Вот как я. Ну и можно легко это все перепроверить. Кстати, вот даже есть 16К. Давайте включим. Вот началась подгрузка. Если я буду перелистывать. Вот у меня все нормально подгружается, листает. Если мы зайдем в настройки. Стоит высокое качество изображения. Давайте поставим другое. Доступно 2160 кадров в секунду. То есть это 4К в высоком разрешении. Вот разрешение выбрано. Идет переподгрузка. То есть меняется качество на 4К. Ну и вот оно уже идет в 4К изображении. И, кстати, перелистывает моментально. То есть нормально все работает. Вот. Без всяких там проблем. Без всяких DPI. Без всяких VPN. И, кстати, не через мобильный интернет. Потому что сим-карты здесь у меня нет. А вообще через Wi-Fi. Конечно же, YouTube вернулся, возможно, не всем. И если вам вот такая настройка не помогла. То вам, конечно же, остается только использовать один из методов. На свое усмотрение. Тем, которым вы раньше пользовались. Это может быть DPI, VPN, либо что-то, либо еще.